Итак, когда антикоррупционный суд может заработать и не станет ли процесс его создания очередным сезоном антикоррупционного сериала, в котором скандалов будет больше, чем смысла? Вот об этом давайте поговорим с нашими гостями. Сергей Березенко, замглавы фракции Блок Петра Порошенко, один из самых информированных депутатов, не правда ли Сергей? И политический эксперт Александр Решмидилов. Пришли сегодня в студию подробностей недели. Здравствуйте. Сергей, ну давайте начнем с прогноза, когда реально может заработать все-таки антикоррупционный суд? Ну, по-перше, я всех вітаю украинцев с тем, что все-таки ця эпопея закончилась, антикоррупционный суд принят. И очень много было скептиков, которые говорили, что это никогда не будет, это всегда будет зрада. И большая количество депутатов, больше 300, больше конституционных депутатов. 317, мы им аплодируем, Сергей, но когда заработать. Мы считаем, что эта процедура займа от 6 до 10 месяцев. Это абсолютно объективная история. Подивите аналогию по Верховному суду. Первых 120 судов было выбрано, чтобы запустить Верховный суд. Процедура заняла близко года. Враховывая, что мы будем выбирать, в моем увазе, мы – это государство. Согласно с процедурой, которая выписана в законе про антикоррупционный суд, 35 человек. Оптимистичные прогнозы 6 месяцев, больше пестимистичные – до 10 месяцев. По-другому, это невозможно. Финальный текст принятого документа. Как вы считаете, насколько он удовлетворит западных кредиторов? У них не останется претензий больше? Вы знаете, если мы говорим о МВФ, наших партнеров, за которыми мы говорили перемоги, то они, безусловно, всегда посилались на рекомендации Венецианской комиссии. Вы учили все заявки Джанни Букиккио, директора Венецианской комиссии, который сказал дословно, что «they feel satisfaction and joy», что в перекладе означает, что они чувствуют полное удовольствие и даже радость от того процесса, который прошел в Верховной Раде, и от тексту закону, который был принят. То есть все рекомендации Венецианской комиссии были врахованы. Я уверен, что это будет значительный аргумент для наших партнеров, в том числе по Международному валютному фонду, для того, чтобы принять понимание того факта, что Антикорупсионный суд созданный, и продолжить с нами четкую программу расширенного финансирования по кредитам МВФ. Это даст нам возможность получать другие кредиты и посилювать экономику, посилювать наши золотовалютные резервы и держать стабильный курс. Александра, вопрос вам. Вы человек, который давно следит за политической жизнью в Украине. Вы припоминаете случай подобного принятия законов в Верховной Раде с ночными обсуждениями с кредиторами западными нашими по скайпу, с многомесячными сначала уговорами этими кредиторами украинцев, а потом уже просто откровенно экономическим шантажем, что дальше денег не будет от МВФ. И второй вопрос. Не станет ли теперь вот такое давление нормой, в общем-то, для украинского политикума? Ну, дело в том, что такое, скажем так, пристальное внимание западных партнеров не новое. То, что они стали более активно, скажем так, даже где-то в какой-то степени навязчиво проявлять свои инициативы, это есть. Примеры. Помните, когда инициативы по Донбассу голосовались, тоже у нас то не было голосов, токуларно не могли договориться, всячески вызывали глав фракции, но был еще и случай, когда президента вызывали послы иностранных государств заранее, накануне, да, и тоже всячески объясняли свою позицию, тем самым все равно додавливая, попытаясь как бы максимально мобилизировать. Мы же видим, что президент своим присутствием в стенах Верховной Рады тоже пытается, скажем так, и повысить явку, и, скажем так, максимально мобилизировать. Да, он максимально себя попытался отождествлять как раз с этой темой антикоррупционной вертикалью и всячески ее курировал. Но это не меняет того, что президент своим присутствием и таким, скажем так, ну, с одной стороны, авторитетом, весом и всеми остальными возможными рычагами давления на законотворцев тоже додавливает, но не без участия Запада. Это может стать негативной практикой того, что это в дальнейшем будет все чаще встречаться. То есть сначала это редкие случаи, скажем так, даже где-то вызывающие возмущение в, то есть влияние на внутренние процессы, то есть это внешние какие-то такие рычаги, которые могут в дальнейшем пагубную практику устраивать. Александр, многие депутаты в споре об антикоррупционном суде говорили о его неконституционности. Все-таки Конституция у нас прямо запрещает создание чрезвычайных и особых судов, да? Есть сейчас возможность, что, ну, несогласные пойдут в суд уже конституционный и таким образом этот закон может быть отменен? На самом деле рассмотрение, скажем так, вердикт Конституционного суда может позволить дать какой-то временной люфт, да, и затягивать. То есть мы тогда идем по логике не просто там до 10 месяцев, это может с учетом экспертиз, с учетом решения Конституционного суда добавить дополнительное время. Тогда мы увеличиваем запуск еще где-то на год-полтора, соответственно увеличиваем в два раза те даже пессимистичные прогнозы, о которых говорит господин Березенко. Поэтому надо понимать, что такой, как возможность, да, такая тоже существует. Особенно там разночтения были в видении президента, который говорил тоже о неконституционности. И те моменты, на которые указывали оппозиционные фракции, говоря о том, что все-таки вот эти специализированные другие суды у нас по Конституции запрещены. То есть Конституционный суд свое еще слова не сказал. А вы что скажете? Возможно ли это слово? 125 стаття Конституции, на которую посылаются, говорит про прямую заборону створения надзвичайных и специальных судов. А антикорупционный суд – это специализированный суд, который при изменениях до Конституции, если вы помните, в частине судочинства и голосования закону про судоустрий, был четко там вписан как специализированный суд, так же, как и высший суд защиту прав интеллектуальной власти. Пока это звучит все-таки согласитесь как игра слов. Нет, абсолютно нет. Это форма, которая также записана как специализированные суды в Конституции. Поэтому как раз это вопрос абсолютно чистое с точки зрения расследования в Конституционном суде. Нас больше интересовало вопрос о роли и влиянии Международной Ради экспертов с точки зрения оскаржения в Конституционном суде. Потому что те варианты, которые предложили, они фактически выводили за процесс ВККС как законный конституционный орган. И там было достаточно в предыдущих вариантов всего-навсего Международной Ради судей, чтобы выбирать любого судья. И как раз тут был риск, что будет 100% подание народных депутатов, которые не голосовали в Конституционный суд. И в Конституционном суде не было бы ни одного варианта, кроме, как вы знаете, этот закон неправильным. А что с точки зрения того, чего был там президент, то я, как вы сказали, поинформованный депутат, хочу вам сказать, что с ранку еще в парламенте не было такого повального настроя голосовать за этот закон. И как раз я витаю желание Петра Алексеевича Порошенко быть в зале, говорить, висловливать позицию. И он, в том числе, схилив Терезе большинство депутатов, которых сомневались, как раз на користь створения. Сергей, понятно, 317, еще двое депутатов уже написали заявление, так что все-таки результат 317. Последний вопрос у меня к вам, если можно, коротко. Судьба Министерства финансов. Данилюка вы отправили в отставку. Как долго Маркарова будет исполняющим обязанностей и назначит ли ее министром? Или, в подвешенном состоянии, она и проживет до, например, следующих парламентских выборов? Дуже бы хотелось, чтобы все-таки кадровые вопросы появились в Верховной Раде. Мы про это давно говорим. И не только питание урядов, а еще и питание голосования новых членов ЦВК, которое уже перезрело, членов от парламента до Конституционного суду. А что касается Маркарова, то у нас, на жаль, в стране на сегодня министры, которые работают с представкой ВОО, достаточно поширено явище. И это плохо. И мы будем просить обратиться к коалиции, к керевнице коалиции, и обратиться к премьер-министрам, внести расширенный пакет кадровых пропозиций, потому что, как вы знаете, у нас уже, здаясь, 5 министров, которые имеют такую представку. Стецку, то вы. Сегодня у нас есть еще и уже Данилюк появился, который пошел в отставку, и Ямаркарова. И у нас есть еще кадровые вопросы по Министерству ветеранов, которые я також враховываю, потому что есть соответствующие голосования Верховной Рады с возвращением внести. Это как минимум 5 министерств, которые должны быть в решении. Это не все важные вопросы, которые у вас зависят, Сергей. Мы очень ждем наиближшим временем. А сколько работать осталось вам? До 13 липня. До 13 липня, это и теждень, и будет остаток. Я посмотрим, будет интересно посмотреть, сколько вы успеете в Верховной Раде сделать до каникул. Спасибо. Сергей Березенко, замглавы фракции Блок Петра Порошенко, Александр Решмедилов, отвечали на мои вопросы. Спасибо.